Еще одна партия с Александром. Близкое начало. Е3. Но есть такой ход. Достаточно неплохой. А, ну правда, Александр, да, как достаточно часто он делает, просто будет выставлять ежовую структуру. Это имеет некоторый смысл. Сыграю Т5. Получается английский еж с переменной цвета. Конечно, эта самая перемена цвета серьезно увеличивает шансы белых здесь. Ну, ничего страшного. Так, попробуем. Слонжи 4. А, h3, просто слон f3. Да, на конь d2. Идея была сыграть, например, ладья d8. Не говорим, правда, какой ладьёй лучше это сделать. Предположим, это ладья на d8. Потом ферзь d7 и слон f5. Ферзь d7, правда, пойти уже не дают. Будет сыграть b6. Не, ну да, в таком случае белые получают удачную версию ежа. Ну, ничего. Думаю, что даже здесь у черных больших проблем нет. Есть проблемы маленькие. Пойду к е8. Поменяю к планов. Конечно, белые достаточно легко уравняли, но особых претензий на перевес у них тоже пока быть не может. С8 неочевидное решение. То есть я пытаюсь перетащить слона на b7. Если мне дадут, то будет неплохо, но не факт, что всё удастся исполнить в лучшем виде. Хотя d1, наверное, есть смысл поставить пешку на e5. Прихватить центр. Куни 4, может быть, даже путём f5 можно встретить. Ферзь b2, кстати, многоплановый ход. Белые наверняка хотят пойти b4. Также оказывают давление по этой диагонали. Кстати, хороший ход, потому что b4 мне не получается удобно встретить. И на a5 последовало до конца 4. На ферзь b6 тоже конца 4. То есть придётся, видимо, играть просто так. И ждать хода b4. b4 последовало, а теперь, опять же, f6 пойти хочется, но тогда сильно ослабляется диагональ. Да, достаточно неприятная позиция. Видимо, придётся всё-таки играть f6. К сожалению. Да, мне кажется, что после d4 у белых там могут быть очень большой перевес. Мне в некоторой степени повезло. Возьму d4. Скрой, король g7. Лидится всё равно остаётся неприятной, но, по крайней мере, я не проиграл сразу. Не уверен, куда лучше отступить. Попробую на d7. Тоже, опять же, не уверен, что было правильное решение. У белых есть ход f3, но и отступление коня на 5 тоже не смотрелось. Что-то f3 не последовало. Сыграю туда. Адя f7, большинство позиций должны быть полезны. Действие для меня. Прикрыть седьмую горизонталь достаточно выгодно. Вздумался Александр. Действительно, в белом, несмотря на привлекательность их позиций, тоже не так легко здесь делать ходы. Явного какого-то плана нет. Яркие жертвы вроде тоже пока не проходят. Да, вот с ходом позже всё равно f3 была сыграна, нападая на эту пешку. Всё равно ход остаётся достаточно сильным. Конь c8 играть не хочется, но, может быть, придётся. Пойду к конь c8. Следующим ходом слона 8, и, видимо, ладья начинает работать по этой горизонтали. Выглядит уродливо, но, кажется, ничего лучше не было. Если удастся пойти слона 8 и конь d6, позиция будет не такой плохой. Ферзь b2. Слона 8. Что Александр пытается провести какой-то удар вроде конь f6, но пока вроде не работает. Конь d2, f6 с какими-то идеями d4, но я поставлю коня получше. d4 теперь, видимо, готов встречать путём e4. На бока у белых висит пешка на b5, то есть что-то белые должны предпринять всё-таки. Просто ладья b1. Я переведу ладьи на открытую вертикаль. Должно быть для меня выгодно. Сейчас уже грозит ладья c8, ладья c2. Видимо, белые должны другой ладью пытаться ставить заслон. Пытые линии так не дают возможность поменять ферзя на две ладьи. И, кстати, наверное, должно быть даже неплохо. Ничего не путаю. Ферз b3. Да, вот ферз b3 это очень неприятный ход, который я не то чтобы не видел, но недооценил. То есть придётся играть так. Но, да, ферз прорывается. Видимо, опять же, придётся играть слон e4. Надеется, что здесь белых не будет ничего лучше, чем вечный шах. Скорее всего, оно всё-таки будет. Да, пытаясь как-то вернуть ладьи в оборону. Да, теперь как бы их не потерять вообще. Ферз d6 вроде пока есть ладья e7, поэтому, скорее всего, поставят ферз d5. Ставлю ладью на fc, крайне мере, ладьи защищают друг друга. Ну да, с ферз b3 в этой позиции белые будут играть довольно просто по сравнению с двумя ладьями. Потому что двумя ладьями на флажке тяжело делать ходы. Попробую, конечно, сопротивляться. То, что ладьи друг друга защищают, это неплохо, но это по времени слишком серьёзно. Неожиданно у белого ферзя нет ходов. Появляются шансы. Пытаясь как-то примурить, но, видимо, ничего из этого не выйдет. Неожиданно вторая ладья прорывается на вторую. Теперь позиция уже неплохая для чёрных объективной. Забираю весь материал. Но это, видимо, никак не поможет мне не уронить флаг в этой позиции. Ну да. И, к сожалению, сбил мне Александр флаг. Хотя справедливость ради позиции у него была очень хороша. Всё, да, им всем спасибо за внимание.